Телеканал КРТ представляет В перечень попали бензин Марок АИ-80, АИ-92, АИ-95 и АИ-98 Керосин, дизельное топливо, судовое топливо и газойли При этом ограничения распространяются и на страны Входящие в евразийское экономическое сообщество Кто главный пострадавший? Разумеется, Белоруссия Причем это самое разумеется Которое еще год-два назад выглядело бы нелепо Сегодня звучит вполне естественно В последние месяцы Белоруссия продавала в Россию Четверть производимого бензина При этом по расчетам агентства Аргус Продажи моторного топлива в Россию Приносили белорусским компаниям На 100 долларов за тонну больше Чем поставки в направлении латвийского Венспилса В то же время в самой Белоруссии полным ходом идет подготовка к президентским выборам Назначенным на 9 августа На которых Александр Лукашенко планирует И вполне обоснованно переизбраться на 6-й президентский срок 25 мая на совещании по актуальным социально-экономическим и политическим вопросам Александр Лукашенко заявил о формировании нового состава правительства Еще до проведения в стране президентских выборов Цитата «Мы всегда после регистрации кандидатом в президенты действующего президента Объявляли новый состав правительства До выборов Это был принципиальный вопрос Чтобы люди видели, с кем мы будем работать А не то, что выборы прошли, за тебя проголосовали А там родственников, любимых и прочих понапихал в это правительство Конец цитаты При этом президент Белоруссии отметил, что нынешний период Самый сложный в его президентской карьере И дал понять, что будет отчитываться больше делами, чем словами Цитата «Признаюсь честно, несмотря на то, что я в общем контролирую ситуацию в стране Мне докладывают и о том, как идет этот политический предвыборный процесс Но как-то отошел я от предвыборной кампании Потому что не до этого было» Конец цитаты Пока же из 55 подавших заявку на участие в президентской кампании Белорусский центр избирком зарегистрировал только 15 Которые в течение месяца должны собрать по 100 тысяч подписей в свою поддержку Некоторые обозреватели считают, что в рамках нынешней политической ситуации Оттенять политическую линию президента будут не националистические, как это было ранее А пророссийские кандидаты При этом на пророссийском поле назначен выступать Виктор Бабарико Глава аффилированного с Газпромом Белгазпромбанка Который много лет позиционировал себя как национал-либерал Но теперь, похоже, получил прямо противоположные вводные Еще один кандидат, подозреваемый в том, что он назначен нести крест пророссийскости Бывший посол Белоруссии в Соединенных Штатах Америки Валерий Цепкало Он впервые проявил себя как сторонник ускоренной интеграции с Россией Только с началом нынешней президентской гонки Ранее экс-посол также высказывался в рамках умеренного национал-либерализма Но теперь, по мнению некоторых, Бабарико и Цепкало должны изобразить ту самую пресловутую ногу Кремля Которая безуспешно пытается поставить под ножку Александру Григорьевичу Вновь безоговорочно побеждающего на президентских выборах в Белоруссии